Добрый день, товарищи студенты! Сегодня мы с вами продолжим тему уравнения геймгольдса. У нас пару задач осталось в ограниченной области, и несколько задач у нас осталось в неограниченной области. Давайте постараемся сегодня успеть. Давайте разберем задачу уже не оси симметричную в сферических системе координат, точнее даже в полярную. Так, Даниил, можно у вас в доске? Так, давайте, давайте, эта задача у нас там под каким-то номером. Ну, давайте заново, номер один, значит, на задаче. Итак, дельта В от РФИ, дельта В от РФИ плюс К квадрат В от РФИ равняется нулю. Значит, Р у нас меняется в пределах от нуля до РФИ и ФИ от нуля до двух ПИ. Так, граничные условия В от Р0ФИ равняются некоторые функции Ф от ФИ в общем виде, Ф от ФИ, Ф, Ф от ФИ, Ф от ФИ. Вот. И в нуле функция ограничена. Можно и так, но можете, да, на 0ФИ, и гарантируется, что К квадрат не является собственным значением. Для того, чтобы мы с вами не расписывали. Ну там, да, ну давайте, значит, пишем, значит, К квадрат не является собственным значением. Да, это чтобы, да, это похоже на один из номеров РЗ. Вот, и это, вот это условие заодно нам облегчает, чтобы не было, как последний номер у нас тогда, чтобы совсем не расписывать. Ну, поскольку, да. А, выходить в замену на единицы на R? Нет, давайте, давайте честно решать. Давайте, значит, для начала можете выписать, пожалуйста, мне Плэплесян в полярных координатах, как он у нас выглядит. Здесь не сферическая система, здесь полярная координата. Единица на R без квадрата. Здесь точно. Так. Только здесь частные производные. Опять же. Так, частные производные. Так, R. D, W, P, D, R. Так, плюс. По ФИ у нас какой-то слабоемый. Лиза. Единица на... Синусы здесь нет, это в сферических. Да, мы полярная, полярная система координат. Мы здесь находимся на плоскости. Единица на R квадрат. Только да, там есть единица на R квадрат. D2, FI. Вот, D2, W, P, D2, FI квадрат. Вот. Хорошо. Ну, значит, соответственно, что мы хотим. Давайте мы решаем в общем виде максимально задачу, позначитесь, и попробуем вывести решение в общем виде. Разделяем переменные. Говорим, что V от RFI. Это у нас R от R и FI от FI. FI от FI. И подставляем, значит, вот вид нашего оператора Лапасса, расширенные уравнения, и разделяющиеся переменные, также добавляем уравнения. Так, ну, сейчас сначала мы право на В Ахонск, и вот туда, значит, у нас это будет видно. V, D, FI, и, наверное, мы можем использовать. Ну, не, наверное, мы можем использовать. И, наверное, мы можем использовать. И, наверное, V, D, фида штриха ну давайте собственно говоря разделим как мы это обычно делаем данные что мы должны сделать чтобы разделить переменные но для начала все-таки разделить на эра т.р. и фиатри ну я хочу чтобы мы именно привели к равенству дробей помните на давайте так не буду вас еще наверх квадрат лучше домножить да давайте так давайте разделяем эти здесь уже до прямая здесь уже у нас осталось сейчас вот я вне причислитель да 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 надо и на эр и на фи ну хорошо так как врезать но в таком виде не оставляют обычно все-таки на что-то мы объединяем в одну дробь с знаменателем r это право однокровно и так что у нас с вами остается да так большая дробь да значит знаменатель на сене r да не аккуратненько на большом здесь да знаете мы с вами вот подобно в прошлом семестр делаем да и плюс получается что в числителе остается r квадрат k квадрат r вот это равняется ну какому-то ну давайте пусть будет лям да давайте да так ну давайте значит смотр смотрим теперь внимательно на то что у нас есть в условии какую нам задачу можно было бы взять штурм или увили решать 1 ну давайте обратим внимание что мы с вами находимся полярной системе координат в кругу значит нас с вами есть условия периодичности правильно значит имеет смысл в первую очередь осмотреть задачу по фильме оттуда получить собственное значение потом задачу поверху смотреть нам и два штриха так плюс лямда фида и да вот у нас задача что не вывели вот и все значит какие здесь есть у нас собственные значения собственные функции да да давайте напишем значит лямда нулевое это у нас ноль и какие для него собственные функции тогда фи от фи не совсем давайте посмотрим если у нас вот это лямда равна нулю у нас и 2 штриха линейная функция линейная функция не периодичь настолько константы остаемся значит фи нулевое это ну какие-то а нулевое а большой а большой только обычно да когда мы сейчас ряд будем делать там а большие вот так и лямда н н н н и это вот как вы правильно заметили это n квадрат значит соответственно фи н н н и это у нас с вами что будет на линейная комбинация косинусов и синусу значит а n косинусы инфи да так замечательно и давайте ко второй задачки да значит давайте вот это мы сотрем по центру значит для р задачи штурм или выписать не получится да у нас с вами приличные условия переменная функция какая-то поэтому у нас остается только само уравнение выпишите уравнение пожалуйста для r какую для функции r как она у нас выглядит тогда надо умножаете умножаете так и сразу вместо лямбе подставьте n квадрат так что мы видим что это за уравнение так что это за уравнение да это уравнение бессиленного порядка да если вы вот это раскроете полноценно да ну можете раскрыть давайте вспомним как убить уровне небесе это что у нас такое это r квадрат r2 штриха она кстати еще так у нас мы с вами лямбе подставили какие-то уже р н и до 4 на 2 штриха плюс дальше что r на р н и штрих да и дальше выносим за скобки общий множительный что у нас здесь вот вот мы с вами в явном виде получили вот уравнение бессиля иного порядка значит получается его решение ранее это функции бесси давайте выпишем явном виде р н и от р как получается будут выглядеть она так аргумент какой какой аргумент будет у бессиля для данные удано уравнение нет нет этого нули просто перечисляете мы же не нулевые смотрите запоминайте в к и от у нас будет он забейте с таким аргументом будет решением уравнение ну соответственно множество таких функций бесси так давайте тогда выписывать вид нашего ряда да значит вид функции в значит функция в это у нас с вами она у нас эти внизу мы еще одно слагаемое да есть вот там 0 0 давайте его отдельно выпишем отчетом у нас а 0 на жену летка и куда n от единиц до бесконечности так да она вот это не на коментах сенсор так замечательно ну давайте попробуем в общем видео сказать чему равны а нулевое и чему равны а н и и б.н. на что мы для этого должны сделать мы должны подставить вот это наше замечательное решение в краевое условие то есть в то есть в так так и соответственно нам также нужно будет и f от и тоже разбить в ряд согласно по синусу на косинус ну нам же нужно точно вы же не можете просто подставить ничего не получится пока вы это в ряд не разобьете значит но тоже нам не под фи у него есть один член вне ряда получается какой-то да ну давайте там какое-то 0 да ну там с каким-то косинусом до фанна косинус фи фанна с индексом косинус плюс фанна с индексом синуса так ну и давайте расписывать соответственно коэффициенты fnf нулевое чему равно фанна с косинус фанна с индексом до этого давайте сотрем задачку и вывели начну я думаю что это вам более-менее под силам бят бурье ф нулевое то на что получается так ну это да но точке зрения разложения функции f от фибрид пуре это что такое что ты единица на 2 пи до ниц на 2 пи интеграл от нуля до 2 пи да наверное f от и да и напомним только сейчас вот мы хотим играть от фи разложить в ряд спокойствий сома и синусом это у нас нулевой член ряда я согласна не забывайте что здесь единицы на 2 пи да он два раза меньше чем все остальные коэффициент по форму так от 0 до 2 и так здесь у нас что на косинус анфи правильно дефи и бэн и то же самое только синусами это у нас вот это вот у нас разложение по косинусам это коэффициент антики для разложения по синусам а зачем он подставлять пункте бить давно не даже не банк то есть когда мы сейчас будем выражать а нулевое там давайте вот вырежем значит вот мы выразили коэффициент f значит теперь нам нужны коэффициенты а а нулевое получается это просто f0 поделить на функцию без или нулевого порядка правильно вот и также со всеми остальными ну давайте выпишем значит а я на это что тогда получается давайте будьте здоровы а значит там увидим что надо чтобы получить f0 нам поделить на же на выходе полностью расписать тогда получается в числителе фанцы вот и бэн и то же самое только fn с вот и все за так все согласны да это мы в общем виде все максимального порезе вот завис не вот я потрогал за домашней работе был как раз номер где уже можно было использовать и знания решить 313 по моему а где скотч на сам фильм ограниченное условие было или 314 плюс минус так хорошо спасибо большое присаживайтесь так ну давайте собственно говоря как мы это на запище не делали закрепим вот еще одна есть интересная задача который тоже встречалась отчасти домашней работе но нам все надо явно показать или я вас попрошу в доске пожалуйста ну у товарища спросите переписали стирать итак задачка номер два у нас с вами найти решение сферически симметричной задачи дельта в атр плюс к квадрат в атр равняется 0 и отменяется в пределах 0 до верно и нам дано граничное условие виде производной двпдр частных производные то двпдр при р равном р 0 равняется q0 равный константе q0 данной константе похоже и в значит функция ограниченного 0 функция ограниченного 0 но у вас не получится вот как вы решите уравнение веселья но этим мы об этом чуть по почку говорим значит что требуется в задачке помимо найти решение найти все значения к больше нуля при которых данная задача имеет единственное решение и найти это решение найти к больше нуля такие что данная задача имеет единственное решение решение единственное не найти это решение какой-то мере да здесь вот мы как раз мы сейчас я понимаю но давайте мы сейчас решим так да и так значит ну давайте для начала что мы знаем значит у нас задача сферически симметричными то есть мы здесь формально находимся в трехмерном пространстве а у нас мы знаем что сферически симметрично значит нам нужно сделать замену нашу любимую единиц на я чтобы привести к ну где фурчику такой дифур мы получим в итоге юлию скажите пожалуйста так как у вас все плюс к квадрату так сейчас тогда да сейчас тогда простите замена тогда у вас наоборот все-таки выравнивается у поделить наверх потому что здесь у по перепутал да так почему здесь 1 она так согласен так то есть получается у нас с вами вместо вот ограничено условия для в у нас получается граничит хвою по вот такое у штрих по р на у квадрат по р да и это получается все при подстановке и равноморно так и равняется чему равняется кума так у нуля чему будет равно после нашей замены так здорово прошу так ну давайте начнем как всегда с уравнения или скажите пожалуйста решение уравнения что за функции какие пишем значит у атер это что такое у нас сам на астинус к верно и узбек оси на скайлер замечательно нет здесь здесь не ряд так подставляем в ограниченные условия для того чтобы понять чему равны а и б тогда бы равная цена люда так вот здесь теперь собственно говоря самая проблема давайте вот это все сюда подставлять что у нас получается а косинь как р-ноль да только на р-ноль квадрат так это все равняется ку-0 так ну давайте как-то сгруппируем чтобы нам было попроще это делать давайте вынесем за скобочки а поделить на р-ноль квадрат а поделить на р-ноль квадрат до скобочки что у нас тогда в скобочках остается к-р-ноль так ну собственно говоря для чего мы это сделали да так вот смотрите видно и что мы с вами получить у нас есть произведение значит либо значит вот это все у нас равняется ку-ноль да теперь нам нужно сделать вывод при каких к у нас все таки здесь все будет хорошо значит каких к у нас здесь например вот эта скобочка за нулится на то есть мы видим то что целом все в порядке а можно отсюда выразить подставить в решении все получится хорошо но есть ряд значений к при которых скобка равняется нулю и соответственно решение не будет вот это нас краз требует найти такие к больше нуля чтобы задача либо имела решение ну если мы подберем такие сейчас к она будет либо не иметь решение либо иметь бесконечно много так значит к чему отсюда равно очень здесь как-то не выразить да мы можем сказать соотношение такое к 0 равняется тангенс к 0 вот теперь давайте рассуждать и так если у нас нашлось такое к для которого выполнено вот это условие что отсюда происходит у нас тогда вот эта скобка равна нулю правильно так и тогда у нас два варианта если ку-ноль равняется нулю то тогда бесконечно много решений пишем значит первый вариант да ну здесь корр явно не выразить да значит к р-ноль равняется тангенс к р-ноль тангенс к р-ноль теперь как буковка а под пункт значит q0 равняется нулю мы тогда имеем с вами бесконечно много решений уран не равняется нулю тогда у нас не существует а да и соответственно не существует и решений согласно так и второй вариант к р-ноль не равняется тангенс к р-ноль 1 не равняется низкой 0 тогда решение как будет выглядеть надо полный вид его только написать так ку-ноль р-ноль так сейчас так у вас вот это вы здесь квадрат живо насилия потерялся так на синус к к р-ноль да так эта функция у давайте функцию в эти первые пишем вот это будет решение так давайте проверим да все правильно спасибо большое вопросы по задачке есть нет я думаю что в целом все довольно несложно вот главное только вот задача гемгольца вот постоянно проверять вот эти всякие собственные значения и все будет хорошо хорошо теперь дальше вторая половинка нашего занятия это решение задач для уравнения гемгольца в неограниченных областях если вы заметили обратили внимание эти задачки у нас находились в этом прямоугольнике релепипеде кругу кругу шаря и тогда мы будем с вами находиться снаружи соответственно снаружи шары и так далее у этих задач есть некоторая своя специфика вот в частности специфика представления решения особенно так сказать ориентируясь на физическую составляющую процесс давайте небольшой подзаголовочек значит нас получается уравнение гемгольца в неограниченных областях уравнение условия излучения замерфельда ну под заговорили она не очень большая но такая под тем когда замерфельда условия излучения но давайте начнем непосредственно с постановки задачи которые мы будем с вами решать значит нас также с вами остается уравнение но только мы его раз уравнение гемгольца но теперь не ограничена область то есть давайте мы с вами рассмотрим тут так 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 но я думаю начать ли с физической постановки давайте сначала с физической чтобы подойти непосредственно к задачке давайте попробуем смоделировать следующую физическую задачу у нас с вами есть некоторая область которую мы рассматриваем некоторые колебания вот который у нас будет описывать следующим уравнением вот это равняется а квадрат дельта м давайте пока но без из конкретики вот мт плюс некоторая функция же а там т же там т вот и функция же у нас будет с вами носить смысл некоторого источника колебаний некоторый источник колебаний и опять же пока что предположим будем считать что эти колебания периодичного времени с некоторым с некоторой частотой значит давайте ну как обычно физики он сделает сюда а квадрат по тем косинус омега т вот кем и такие колебания у нас с вами есть среди вот периодически и соответственно с вами можем рассмотреть задачу более конкретно до чего нам задач на задач не хватает а нам не хватает двух начальных условий до у от 0 0 равняется сейчас да потом 0 и у патта тоже они вот такую физическую задачу рассмотрим значит если у нас с вами будет такая задачка то мы с вами уже из уровня колебаний знаем что это задачка об установившихся колебаниях вот с таким вот источником вот и получается получается что можно можно представить наше решение от мт видеопроизведения двух функций вот мт это в от мт на сейчас на косинус нет здесь на синус по-моему а синус омега т на синус хотя сейчас так я дважды по той прошу прощение косинус конечно косинус 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 омега т и если мы такой вид подставим наше уравнение и рассмотрим задачку только относительно в этом то окажется что функция в этом будет удовлетворять условия уравнение гемгольц вот она будет выглядеть как дельта в от м плюс к квадрат в от м равняется ну какую мы с вами букв возьмем а ну я хочу не занята на минус эпатами вот наша функция будет трудлять вот таком вот уравнение гемгольца причем к если если мы сейчас до продифференцируем к можно даже сказать чему она будет равно она будет равно а поделить на омега да если ничего не путаю мы здесь дважды на омегу делим наоборот омега поделить на омега поделить на а ну да это вот и вот чтобы у нас к виду уравнение гемгольца привести вот наш тот коэффициент которыми с которым мы только что работали вот и получается что мы с вами сейчас рассмотрели получается что мы с вами рассмотрели задачу о генерации некоторые волны в области при помощи этого источника на который сводится к задачу уравнение гемгольца вот и получается что исходя из некоторого вот физического смысла задача чтобы физику на процесс уже изучали да там обычно как и волны представляют виде обычно комплекс назначены до функции и омега то да вот соответственно исходя из непосредственно физической специфики задача мы с вами сегодня будем рассматривать решение уравнения гемгольца в не ограниченных областях так комплекс назначенную функцию комплекс назначенную функцию с соответственно и омега т в качестве функции и и в степени минус и омега т вот соответственно это непосредственно следует из у самого уравнения можете убедиться что действительно е в степени омега т и е в степени минус и омега р и е в степени минус и омега р будут являться решением вот далее далее что еще можно было бы сказать так конечно хотелось какой-нибудь наверное конкретной задачи чтобы было проще объяснять так давайте поговорим про специфику задач неограниченных областях значит когда мы с вами решаем задачи в ограниченной области мы ставим что обычно имели мы с вами имели граничные условия да и мы с вами имели поведение функции в нуле вот соответственно когда мы с вами рассматриваем задачу который имеет некоторые хотя бы физический смысл в неограниченной области мы должны с понимать что функция на бесконечности на на себя тоже вести определенным образом частности хотя бы она не должна уходить в плюс бесконечность и не должна уходить вообще в целом на бесконечность не по вещественной части не по комплексной вот соответственно для того чтобы это урегулировать дополнительно вводятся условия условия замерфельда непосредственно как как выводить будет у вас рассказано на лекции вот но в целом давайте сейчас хотя бы просто ним познакомимся этими условиями значит их обычно 2 значит не забывайте что мы имеем дело сейчас комплекс назначенными функциями значит первое мы должны с вами урегулировать поведение самой функции на бесконечности но давайте так мы рассмотрим сначала да значит функция у отм она у нас должна представлять из себя о большое от единицы на эр о большое от единицы на эр приказ стремящимся к бесконечности где r это соответственно там если в моде картовых координатах находимся это парень из экспорта плюс y квадрат плюс z квадрат ну и соответствующей любой системе координат то это первое условие и есть также условия на производной функции вот это у нас получается ду о др плюс и к у от у нас получается до плюс и к у равняться на сторону о большое от единицы на эр вот единица на эр о маленькая маленькая также на бесконечности вот и вот эти два условия называются условия излучения замер передан условия излучения вот они непосредственно нас действительно вытекают исходя из физического смысла данной задачи вот если быть точнее если быть точнее то целом ну да да то есть это у нас получается условия для волн уходящих на плюс бесконечность вот также есть случае другой например если у нас с вами волны приходят из бесконечности если они из бесконечности то слои будут выглядеть очень также только здесь минут минус и к-р минус и кого ну давайте попробуем решить задачки некоторые но рассмотрим простые случаи сферически симметричные дмитрий давайте у вас попрошу нужна будет помощь потусе конечно конечно да я думаю да стирайте замены можно другому инфекцирует что вы имеете буду по-другому инфекцирует а ну да 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 конечно итак задача номер один начнет найти решение сферически симметричной задачи вне шара радиуса r0 значит однородное уравнение генгольца дельта у плюс water плюс к квадрат water что смущать не опыт это это я вам говорил откуда вытекает физическая основа задача мы потом же пришли к уравнению генгольца вот так равняется 0 r у нас получается меняется в пределах от r0 до плюс бесконечности интерноль до плюс бесконечности у в точке r0 равняется у 0 у 0 равна константе не решение естественно должно удовлетворять условию излучения замерфельда значит у от r0 ой 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 от равняется о большое от единицы на r о большой от единицы на r подчеркнуть что это большой вопрос да да у пдр плюс и к у нас и у равняется у малая от единицы на r и это все привет стремящемся бесконечности стремящемся бесконечности вот ну что давайте попробуем для начала решить само уравнение значит опять же здесь мы ищем решение как комплекс назначенные функции как комплекс назначенную функцию значит что у нас будет это вещественная будет ну да если быть точнее через экспонент да значит если мы будем с вами решать вот это уравнение значит опять же сначала делаем замену да да то есть сначала мы с вами делаем замен что уравняется в поделить на r в поделить на r мы не трогаем условия решаем только само уравнение условия лучше не трогать значит тогда у нас с вами какое уравнение получается вот то который юля писал вам только что в 2 штриха в 2 штриха плюс к квадрат как квадрат в равняется нулю вот это мы с вами знаем что если мы решали это вещественных функций у нас бы здесь была действительно комбинация синусов и косинусов так мы с вами ищем решение виде комплекс назначенных функций исходя из физических условий то получается это у нас с вами комбинация комплекс назначенных экспонент давайте напишем в равняется начну какой-то а на ноги в степени и и к р допустим сюда и к р плюс б е в степени минус и к р а соответственно функция у возвращаясь к ней иначе какой вид будет иметь пишите уравнение уравняется они в степени и к р плюс c2 и в степени минус и к р вот отлично ну что теперь нам нужно вот этот вот вид подставить как его условия замерфельда так и в граничные условия чтобы найти функцию которую будет корректно вести себя на бесконечность ну давайте давайте но лично лично у меня получилось проще всего вот это условие весело отсюда поставить у меня получилось но возможно я ошибся на лучше все расписать и в степени и к р 0 равняется умой начну отсюда пока ничего давайте оставим так давайте второе на пресс смещаемся бесконечности окно наверное здесь вы тоже ничего не сможете выцепить ну вот как раз ну давайте сначала посмотрим вот целом обычно проще для работы вот это условие с у малым все-таки работать проще да давайте посмотрим как себя ведет вот эта штука на и сначала производная надо взять о боже мой как сложно минус и а ртв от это откуда она появилась от когда вот это считать не менее он по правилам дифференциальные дроби это правильно сделал он это как отношение правило дифференциальные отношения да кстати а экспонент у вас здесь куда делась вот это хорошо а я думал вы проверили минус а есть и паника а а а а а а а здесь тоже минус и минус так вот здесь куда делась и к на вот это но здесь частично неплохо на самом деле да ну давайте да давайте что-нибудь с этим делаем то что конечно кошмарики какие-то это хорошо а плюс минус еще у меня остается минус а вот это я раскуда у вас на этом все лидеры сегодня сейчас а это вы вынесли вот типа вот эту часть и вот это что давайте что-нибудь у нас здесь сокращается да вот это а вот это сокращается тоже не должно выйти да вот должно быть не надо ней дату миру это эти суммируют сюда эти сократились так давайте 2 на 1 и к она и к она не в степени к р и к а на не в степени и вот эти вот штучки минус а и в степени к квадрат это должно равняться у малому от единицы на r и вот давайте посмотрим на чудо если мы хотим чтобы это было у малой дни цены на бесконечности значит вот это должно быть равно нулю вот это у нас это уже у малой атер здесь мы ничего не конкретизируем а вот отсюда мы с вами видим что а должно быть равно нулю у нас экспонента но это комплексно знаешь понятно да отсюда мы оговорим точно что равно нулю значит у нас да значит нас с вами получается от решения давайте заново решение выпишем значит у чему будет равно теперь вот только вот это да можно поставить граничные условия потому что а равно нулю вот из-за вот этого слагаемого если она не равно нулю то у нас него малая единица на r на с вами они эквивалентно нам нужно чтобы порядок был больше да это значит мы уже подставили а равно нулю давайте поставим граничные условия я советовал вы не слушали да давайте получается бы явно выражается и подставляем решение и затем проверяем условиям замерфельдом окончательное такое будет давайте вот здесь рамочку высота промежуточного давайте здесь рядышком урана но давайте до равняется так нет никакие получился почему здесь есть и книга 0 а вот а если да 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 ну и давайте теперь проверять значит вот у нас есть решение удовлетворяет ли она значит втором условии мы уже точно знаем что повторяет первому условию замерфельдом откроет является ли это большим от единицы на r действительно не является да но если мы опять же по определению большую сделаем то действительно значит это удовлетворяет всем условиям замерфельдом и граничному условию на что ты это вот это вот выражение это есть окончательно ответ данной задачки вот спасибо большое вот мы нашли с вами решение виде комплекс назначенные функции и соответственно там потом уже до зависимости от того что вам нужны задачки в это развиваете обычно две части ну и опять же я сейчас поюскаешь на глупость сказать что у нас за вещественную часть да там для чего обычно физики да это делают для того чтобы можно было сразу отслеживать два поля электроэлектрическую напряженность и магнитную напряженность да 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 вот по разному можно описывать вот с на можно отслеживать здесь поведение одной компоненты поля это будет вещественные компоненты мнимая будет другая компонент поля они друг другом очень активно взаимодействуют так давайте вторую задачку тоже сферически симметричная задача вне шара дмитрий который ложки давайте переводится как раз у нас по экспонентам эксперт да кстати второй раз на давайте следующий значит опять у нас сферически симметричная задача пишем уравнение геймбольца однородная без разницы давайте у путь будет дельта у от r плюс к квадрат у от r равняется нулю и разменяется в пределах от нуля до плюс бесконечности от нуля до плюс бесконечности так дальше условия ду по дн ду по дн при р равном r0 равняется у 0 равный константин равна константе что такое n пишем n это внешняя нормаль граница внешняя нормаль границы соответственно для того чтобы нормально работать надо бы эту нормаль переписать как в нашем случае будет выглядеть вот это выражение по-человечески чтобы приписать таком виде мы с вами работать не очень можем на хотелось бы попроще конечно градиента градиент попроще но ведь смотри на же шар шар значит скорее всего нормали идут вдоль чего радиусу скорее всего да вопрос мы с вами пишем внешнюю задачу значит внешняя нормаль смотрит куда вовнутрь шара значит получается это у нас до у роды минус с на нет неё что это дн вот естественно вот здесь часто обращайте внимание до на месте перепутать и направлены нормали то есть задачка не так решается ну что ну и соответственно решение должно утряять условия излучения замерфельда пишем условия излучения так хорошо ну что давайте смотреть значит и так как будет выглядеть решение на уравнение генгольц мы с вами уже не писали а дмитрий вот перед вами писал water чему равняется погодите мы сначала должны выписать решение уравнения потом уже смотреть граничного условия какие какие вам нравятся быть твердый знак мягкий знак не в степени и к р до плюс много вероятно константы будут вас 2 будет с минусом экспонента не в степени минусы к р и да вот так хорошо ну что подставляем в решили наши условия и которые есть и смотрим что мы можем из них вынести значит опять же рекомендую начать с последнего условия вам не должно закрепить подставляем мы это только что делали но повторить и начинайте справа сверху пожалуйста когда сверху вниз мы вроде как пишем вроде как европейская цивилизация слева направо сверху вниз александр витальевич раз будет как это как джинзита что ли в этом манге спирать я не знаю это но если ты отвлекся то ты отвлекся эти условия излучения замерфельда у вас были на физку на поле главных процессов или не упоминали а вот типа не рассматривали электромагнитные колебания что мы рассматривали что ну типа вроде это вы получается производная до посчитали так и еще плюсы кубу и 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 Продолжение следует. Только иди, вот здесь единицы наверно не хватает, вот здесь верно не хватает, да, значит опять же делаем, что а равняется нулю, да, это уже у малых единиц, наверное, здесь ничего, конкретного не скажем, да, только следствие не отсюда делается, а вот отсюда, это уже единица на р, здесь вы ничего не можете копить, я имею ввиду, что вот это, ну, Ну, вот так, ну, так, ну, так, ну, хорошо, так, ну, давайте, так, первое ограниченное условие, там где приорьмоль, давайте посмотрим, значит, производное, да, производное с минусом, по R но сегодня уже было уж похоже с производными у юли только там были кости на связи с дифференцией значит а равно значит что у нас от решения осталось значит от решения у нас осталось только вот это напишем b поделить на р есть степени минус и к-р минус дифференцируйте пайор ну и просто минус дифференцируйте пайор сейчас сейчас с минусами вместе согласен сейчас так они да и дайка и крабы и так это равняется у морг а если мы можем отсюда бы выразить кстати да был нас чему ровно да да можно наверху наверно на ведь значит на парк квадрат но получается значит это у 0 на r0 квадрат до экспонентов числитель тоже можно занести знаменатель что у нас получается здесь единичка а здесь и к подставляем в наше решение от р в итоге чему будет равно он наверно квадрат правильно так ница плюсы к ир 0 на не в степени и к давайте создаваться с этой объедините с экспонентой еще поделить на р на и хватает вот это вот так и проверяем значит удовлетворяет ли это вот этому первому условию замеркать на но вроде как действительно удовлетворяет все хорошо спасибо спасибо дмитрий все можете присаживаться так не последняя задачка последняя задачка так марк давайте я вас попрошу значит теперь чуть-чуть другая задачка теперь у нас с вами уравнение геймгольца но только с минус и к р минус и к квадрат значит значит вот здесь мы получаем минус у нас такси и значит все это стирать и условие так и эти тоже домаштоже стирать можете стирать значит граничное условие water 0 равняется 0 и решение должно удовлетворять условию на бесконечности от r стремится к нулю при р стремящемся к бесконечности стремится к нулю при р стремящемся бесконечности вот да и все вот такая дочка еще остальное можете стирать давайте пока я вы будете писать и так для такого уравнения что будет являться решением какая какая функция да ну давайте опять же по традиции физической задачи через экспонент данном случае запишем то есть а и в степени и в степени к р плюс я степени минус к р здесь уже без комплексный до ишки вот да правильно правильно ну что давайте подставлять в условия на начнем лучше с бесконечности там только есть минус а когда 1 давайте на бесконечности смотреть на черты если мы подставим условия на бесконечности то вот это должно стать а равно нулю давайте хотя бы отметим из water стремящимся когда так ну и 2 ограничено у нас что мы можем с вами получить да так ну и давайте представлять решение получается water это штанг ну да ну мы здесь сразу мы сразу смогли решить опять же та же самостоятельно симметричная задача вы путем замены в на r также получили вот такой женщине только из единицы наверх возвращаясь к этой все нужно было просто поделиться и все решаете да здесь все все присаживайтесь вот соответственно так ну если ничего не забыл то это у нас соответственно последняя тема была сегодня вот соответственно значит что от вас потребуется на дом значит решить задачки номер 3 1 и 2 и 2 1 по 3 по 4 и 2 4 я вроде там с номерацией не перепутал сейчас посмотрю вот так надеюсь я не ничего не перепутал роднику тему не забыл но есть что я уточню потом напишу вот вроде как это да значит соответственно в следующий раз мы можем устроить дополнительно занять чтобы какие-то вопросы по курсу обсудить если у вас по каким-то темам вот либо если никаких вопросов нет все понятно можем то в следующий раз уже устраивать контроль на последние до встречи 1 2 мая до центра вот так все соответственно но тогда до скорого они тогда вы выключили речи